МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! А мы продолжаем эфир. И, как сказал мой коллега Дмитрий Книга, у нас сегодня в студии гости Ольга Васильевна Алешкина, начальник управления образования Ленинского района. Здравствуйте, Ольга Васильевна! Добрый вечер! Ну, учебный год заканчивается, май, прекрасные дни, но в то же время они очень тяжелые для ребят, для некоторых. Мы и это обсудим, а сначала бы хотелось уже начать подводить итоги года предварительные. И это не только итоги, как успеваемость учащихся, а жизнь школы. Ведь учебный год, он очень насыщен, он очень интересен. Школа, можно сказать, так живет и дышит полной грудью. Конечно, обо всем не поговорим, но многое обсудим. И вначале предлагаю посмотреть своими глазами на одно из мероприятий, которое прошло буквально на днях, где мы выбирали все видновчанку. По итогам отборочных этапов в финал 2016 года вышли представительницы видновских школ номер 5, 9, гимназии и художественно-технического лицея. К финальному выступлению конкурсантки готовились долгие месяцы, а последние недели вместе со своими командами и группами поддержки почти все свое свободное время отдали репетициям. Ну, конечно же, волнение присутствует, но я знаю, что у нас все получится, у нас хорошая команда, я верю на честные жюри, потрясающие педагоги, и все будет хорошо. В финале конкурса было три тура. Первый – визитная карточка, где девушки должны были рассказать о себе и познакомиться со зрителями и членами жюри. А я танцую. Вот уже 12 лет я занимаюсь танцевально-спортивным клубом «Звездный вальс». Следующий тур – творческий. Конкурсанткам вместе со своей командой предстояло без слов изобразить сюжеты известных сказок, а затем угадать названия советских фильмов, цитату из которых произносили ведущие. Тема советского кино «Сквозной линии» проходила через весь финал, благодаря тому, что 2016 год в нашей стране был объявлен годом российского кинематографа. И вот, в заключительном туре в своем домашнем задании участницами были раскрыты образы женщин советского кино. Самую трогательную историю представила Таня Лосева из пятой школы. Образ женщины-матери она показала на основе фильма «Однажды, 20 лет спустя». В конце своего номера пригласив на сцену свою маму, Надежду Викторовну. Также были показаны образы женщины в искусстве, в науке. А Настя Скачкова из лицея рассказала о женском трудолюбии на примере фильма «Королева бензоколонки». Члены жюри ушли на совещание, а трибуны соревновались, кто громче поддержит свою участницу. И вот наступил самый торжественный момент – объявление победительницы. На сцену были приглашены финалистки, их родители и группы поддержки. Все девушки получили ценные подарки и грамоты от администрации района. О имя «Видновчанки-2016» объявила председатель жюри, начальник финансового управления Татьяна Макушкина. Мисс «Видновчанка» Скачкова Анастасия! Конкурс завершился, победитель определен, но перед всеми финалистками открыта дорога к новым жизненным достижениям. Дмитрий Книга, Владимир Бижонов, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ. Сразу хочется рассказать нашим телезрителям, что телеканал «Видное ТВ» ввел многокамерную трансляцию. Мы записывали это мероприятие и обязательно покажем. Вам первая часть будет в понедельник, и вторая – в следующую среду. Ну и, Ольга Васильевна, конечно, к вам вопрос. Вот сейчас мы увидели, кто победительница, а мы поздравляем нашу «Видновчанку». Но кроме четырех финалисток, до этого сражались за титул намного больше девушек, правильно? Совершенно верно. Всего было 16 участниц. Представитель каждой среднеобщеобразовательной школы поучаствовал в конкурсе. Ну и, как вы сказали, до финала дошли четыре претендентки. Ну и сильнейшей стала Анастасия Скачкова. И по правде сказать, что конкурс был удивительный. На сцене было все – и интеллект, и эстетика, и пластика, и талант. И мы очень рады, что Анастасия победила. Это действительно талантливый ребенок. Она уже это доказала осенью в октябре 2015 года, когда стала победителем еще и районного конкурса «Спорт глазами детей». И получила возможность вместе со своими родителями поехать в постолимпийский Сочи. Поэтому, наверное, ее победа вчера в конкурсе, она оправдана. Какие еще мероприятия, которые мы, конечно, не можем сейчас в рамках прямого эфира показать, вы хотели бы отметить, которые прошли вот в этом учебном году? Ну вот, жизнь, вы сказали, наша настолько насыщенная, мероприятий много. Но есть, наверное, такие какие-то ключевые, которые запоминаются не только школьникам, но и жителям нашего города. Конечно, совсем недавно прошло такое мероприятие, как «Смотр строя песни» практически в центре города. И лучшие юноармейские отряды смогли принять участие затем и в параде на 9 мая. Вчера у нас было общерайонное родительское собрание, где мы говорили о воспитании патриотизма. Это, конечно, одно из тех мероприятий, которые очень много привносят вот в это направление. И, конечно, всех на параде сразили воспитанники детского сада номер 23 «Калейдоскоп», которые проводят уже второй год и показали всему нашему Ленинскому району парад правнуков Победы. Конечно, заслуживает внимания такой новый проект после уроков, когда старшеклассники получают возможность встретиться с интересными людьми. В этом году были встречи и с летчиками-испытателями, и с представителями правоохранительных органов, и с общественными деятелями. Не так давно прошла встреча с Илоном Александровной Броневицкой. И хочу, конечно, назвать совершенно новые проекты, которые стартовали в 2016 году. Стартапы, назовем их так. Да, такой проект «Возрождаем народные традиции» совместно с кафе «Хоромы». В рамках этого проекта дети учатся печь русские пироги. Ольга Васильевна, вот мне так приятно, что мы работаем в тесном сотрудничестве. Все, о чем вы рассказываете, мы показывали на нашем телеэкране. Ну и, наверное, то мероприятие, которое, возможно, вы еще покажете, в течение всего года шел такой вот отбор, конкурс «Алло, мы ищем таланты». И проходил он не только среди школьников, но и среди педагогов. Вот завтра как раз в 15 часов в Школе искусств в городе Видное мы проводим уже галоконцерт победителей. А среди школьников победителей мы узнаем 22 мая на концертах, когда все зрители будут голосовать за лучшие номера, самые талантливые, яркие, зрелищные. И из победителей будет сформирована туристическая группа, которая получит награду за свой талант, за свое творчество, поездку в Новый Иерусалим. Очень хорошее начинание. Приглашаем всех участвовать, принять участие в этом голосовании. Ну и подводя итоги, как я говорила, конечно, успеваемость не основной показатель, но тем не менее у нас, у наших ребят есть и успехи, достижения на различных конкурсах, фестивалях. Вот о олимпиадах я бы хотела рассказать о том, что у нас проводят и научные конференции, где участвуют не только старшеклассники, но и ребята начального звена. Давайте посмотрим о том, как конференция проходила в Винненской гимназии. 98 школьников из всех 18 образовательных учреждений района, которые в своем юном возрасте успели попробовать себя в новой роли, ученых, практиков. Весь год они готовились к ставшей уже традиционной конференции «Научное общество. Первый шаг к науке». Разделившись по трём секциям – физика, математика, информатика, гуманитарные науки и предметы естественно-научного цикла, ребята приступили к защите проектов. Данная конференция имеет свои большие традиции, но, естественно, направлена на выявление способностей учащихся к исследовательской деятельности, способствует развитию их кругозора, внутренней культуры. Самый маленький участник конференции – первоклассник Сергей Фёдоров из Развилки. Вместе с мамой он проводил эксперименты с фильтрами для очистки воды в домашних условиях. Их задачей было определить то, насколько хорошо работают фильтры. Несмотря на свой возраст, мальчик справился с волнением и достойно представил проект. Я не так сильно волновался, когда выступал, потому что я долго готовился и хорошо выступил. У школьников Ленинского района богатая фантазия и большой потенциал. Такой вывод можно сделать, взглянув на разнообразие тем научных исследований, которые были представлены на минувшей конференции. Лучшие работы будут опубликованы в электронном сборнике, и тогда у всех желающих появится возможность с ними ознакомиться. Юлия Погосян, Евгений Петров, Елена Кошлева. Видное ТВ. Ольга Васильевна, расскажите нам, как, где, на каком уровне отличились наши ученики? Вот это была районная конференция. Где в области мы получили какие-то награды? Может быть, в России, может быть, даже и выше. Я хочу отметить, что вот эта научно-практическая конференция – это результаты деятельности научных обществ школьников, а они у нас созданы во всех школах. И это как раз является эта работа, такая систематическая, фундаментом для наших побед на этапах Всероссийской Олимпиады школьников. В этом году действительно нам есть о чем говорить, чем похвастаться. У нас в этом году семь призеров регионального уровня, два победителя регионального уровня Всероссийской Олимпиады, и один призер федерального уровня. Это Макушкин Михаил по немецкому языку. И что хочу еще отметить, мы привыкли, что на Олимпиадах предметных побеждают представители Винновской гимназии. В этом году они, бесспорно, тоже у нас в лидерах в этом направлении. Но хочу отметить и школу Винновскую номер 4, и Бутовскую школу номер 1, и Винновскую школу номер 5, дети которых отличились во Всероссийской Олимпиаде школьников. И хочу отметить, что расширилась палитра предметов, по которым мы стали побеждать. Это свидетельство того, что качество нашего образования возрастает. И, пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех детей и родителей, и педагогов за этот результат и за их труд. Потому что учение и учеба – это труд. Согласна с вами. Я бы хотела немножечко сменить тему и рассказать о том, что сегодня 19 мая. Я рассказываю это только людям более молодого поколения. Потому что старшее поколение знает, что сегодня – это праздник, день пионерии. К сожалению, может быть, мы сейчас говорим, к сожалению, пионеров не существует. Но какие-то общественные организации, которые должны сплачивать детей, я так думаю, остались. Давайте мы посмотрим с вами нарезку кадров. Буквально сегодня проходили президентские соревнования у нас здесь, в Ленинском районе. А потом обсудим эту тему. Поздравляю с сильнейшим спортсменом Московской области. Свою финальную часть соревнований. Сегодня здесь определится сильнейшая команда Московской области, которая будет доверена защищать честь Московской области на всеносинских соревнованиях. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, мы сейчас не будем раскрывать интригу и рассказывать, кто стал победителем этого соревнования. Я хочу только отметить, что действительно состязания такие задорные, так все это делается по-пионерски. По-пионерски, действительно. Хотя это и не пионеры. Ну, может быть, вернемся к теме о том, что, ну вот так как. Вот те же спортивные соревнования, которые проходили в Советском Союзе, но только мы тогда шли под другим девизом на них. — Совершенно верно. Я хочу вот отметить, мы, конечно, сожалеем, да, люди старшего поколения, что потеряна эта организация. Но, тем не менее, у нас в районе с 2000 года ребята объединены в рядах детско-юношеской организации «Юные патриоты Ленинского района». Их там почти шесть тысяч. Те проекты, акции, которые они проводят, вот та жизнь, она вот сняла очень многое с интересных дел и направлений, которые были в пионерской организации. Это и Тимуровская работа, шефская, потому что мы проводим акцию «Дети детям», акция «Милосердие». Это все вот оттуда, по содержанию и по посылу, и по тем результатам, которые, в общем-то, достигаются в этой работе. И тот воспитательный потенциал, который заложен в этих акциях, он тот же самый, что был и у пионерии. И есть новые, конечно, проекты, такой, как школьный референдум, когда в форме деловой игры, максимально приближенной к взрослым выборам, мы как раз и учим детей основам избирательного права, и они выбирают себе президента детско-юношеской организации. Поэтому, сожалеть, конечно, можно, но надо идти вперед. Время диктует свои правила и задача и взрослых, и детей найти, наверное, такие адекватные, интересные формы, которые действительно будут объединять ребят вокруг интересных дел. А вот охотно дети организуются в эти общественные группы, с удовольствием ли участвуют, или все-таки под некоторым нажимом? – Я думаю, вы знаете, под нажимом во внеклассной работе ничего успешно сделать нельзя. Должно быть желание самих ребят, потому что многие проекты – это их предложение. Даже тот проект, который я вам называла после уроков, – это желание детей встречаться с интересными людьми, узнавать о различных героических, может быть, подвигах наших современников, встречаться с представителями администрации. Была же очень интересная встреча у детей с главой Ленинского муниципального района. Когда человек раскрывается совершенно с другой стороны, и дети понимают, что этому человеку можно доверять, за ним можно идти, к нему можно прислушиваться. Очень важно, хотя мы говорим «не сотвори себе кумира», но у детей должны быть кумиры. А я хочу к спортивной теме вернуться и рассказать о той программе, которая называется «Школьный двор», которая уже на слуху у видновчан, потому что в школе, при школах города Видное появилось три стадиона, три профессионально сделанных стадиона, где занимаются не только школьники, но и после уроков могут прийти и заняться взрослые люди. Как показалась себе программа «Школьный двор», насколько она продуктивна и будет ли ее продолжение? Продолжение бесспорно будет, потому что она и эффективна, и продуктивна. Это одно из направлений современных по созданию спортивной инфраструктуры в городе. Программа «Школьный стадион» направлена не только на то, чтобы создать условия для занятий физкультурой уроками, но и для такого направления, как сдача норм ГТО. Сдавать нормы ГТО там могут не только дети, но и взрослые населения. То, что наши школьные стадионы теперь открыты с 8 утра до 23 вечера, и выходные дни, и, проходя мимо, видим, с каким энтузиазмом там и взрослые, и дети. Запомнены, да? Там просто кипит жизнь. Кипит жизнь, и это то, к чему мы стремимся. К культивированию здорового образа жизни. К отвлечению детей от какого-то пагубного влияния там улицы и каких-то негативных проявлений нашей современной жизни. Это то, что людям приносит удовольствие. А спорт должен приносить удовольствие. Ну, тогда мы все ждем новых стадионов. И они будут. В этом году запланировано продолжение программы. Появится новых 6 стадионов. Уже 6. И не только в городе, но и на территории сельских поселений. И на территории Володарской школы, Молоковской школы, Измайловской. И в городе в 9-й, в 5-й школе. Ну, я так думаю, что эти стадионы пригодятся и во время летней оздоровительной кампании. Я так думаю, что пора обсудить и этот вопрос. 1 июня стартует кампания. Будут ли лагеря дневного пребывания? Сколько смен будет? Вот в том году нас очень сильно удивил детский садик «Радуга», который 3 смены провел. Ну, детский сад «Радуга» будет продолжать нас удивлять. В этом году они тоже заявились на 3 смены. Да, мы будем продолжать такую проверенную форму организации летнего оздоровления и отдыха детей, как лагеря с дневным пребыванием в наших образовательных учреждениях. В этом году их планируется 22. И это будут задействованы не только наши муниципальные школы. В этом году два лагеря будут в русской школе, в частной. И также в негосударственном образовательном учреждении, детском саду, начальной школе «Созвездие». Ну, соответственно, цена путевки будет другая? Родительская плата остается неизменной для всех. Одинаковая. Ну, вот это хорошо, что мы подчеркнули сейчас. Вот. И я хочу еще сказать о том, что мы ушли от того, что только первая смена. В этом году у нас 17 лагерей в первую смену, 4 во вторую. И «Радуга» неизменно порадует нас еще и третьей сменой. Вот телезрительница Елизавета спрашивает, а в каких школах будут действовать летние лагеря? Может быть, конечно, мы сейчас не будем отвечать по номерам. Скажите, где можно взять информацию? Вся информация полная и о выездных лагерях, и о лагерях с дневным пребыванием. В управлении образованием можно получить, в отделе воспитательной работы дополнительного образования. А вот про выездные лагеря поговорим отдельно. Куда мы направим наших ребят в этом году? В этом году у нас направление Южное, Республика Крым. Если говорить о льготных категориях детей, которые получат возможность отдохнуть, по линии Министерства социального развития Московской области мы получим 62 путевки. И нам уже лагерь известный, это известен, это лагерь «Дружба» в городе Евпатория. 62 ребенка там побывают. Далее для одаренных детей традиционно мы отправляем 25 человек. Это тоже будет в лагере в Республике Крым. И интересная, конечно, форма, которая себя оправдала, это палаточные лагеря. И здесь я хотела, наверное, особо остановиться на лагере «Большая медведица». Это палаточный лагерь, который будет на территории музея-заповедника «Горки Ленинские», который вообще впечатляет, во-первых, масштабами своей территории, такой современной инфраструктуры и, конечно, интереснейшей и содержательнейшей программой детского отдыха. Будет он работать в шестмен. И вот общее мнение, кто знаком с этим проектом, этот лагерь называют подмосковным «Артеком». Дети Ленинского района также получат возможность побывать в этом лагере. — Скажите, пожалуйста, в Ленинском районе очень много детей, и слава богу, все ли могут рассчитывать на путевки или есть какие-то ограничения? — Ну, что говорить по проекту «Одаренных детей», это дети, которые проявили особые какие-то таланты, результаты. О какие мы уже о них говорили, это участие в конкурсах, в олимпиадах и так далее, по представлению образовательных учреждений. Что касается льготной категории детей, то предоставляется необходимый пакет документов, который подтверждает льготу, и эти дети также получают возможность. Еще мы помним о том, что родители могут самостоятельно приобретать путевки и получать частичную компенсацию стоимости путевки. Эта форма себя тоже оправдала уже много лет, и все родители, которые заинтересуются этой формой, также необходимую информацию могут получать в управлении образованием. Ну и основная тема, которая волнует всех выпускников в конце мая, это экзаменационные испытания ЕГЭ. Скажите, готовы ли наши выпускники 2016 года повторить рекорды 2015, когда мы были очень рады с табальным результатом по ЕГЭ? Мы, конечно, все надеемся на то, что результаты будут не хуже, что как бы нам вселяет в нас такую надежду, это то, что 49 выпускников 11 классов в этом году являются претендентами на получение аттестата среднем общем образовании с отличием. То есть это те дети, которые могут на любом экзамене выстрелить стобальным результатом. Мы в них верим и ждем от них действительно хороших результатов, потому что большая подготовка, прошли через систему допуска к единому государственному экзамену в форме итогового сочинения, поэтому надеемся на хорошие результаты. Вот Ольга Нестерова спрашивает, будут ли какие-либо нововведения во время проведения ЕГЭ? Ну, во время уже их не должно быть, потому что эта процедура как бы уже запускается, и мы даже проводили общерайонное родительское собрание на тему подготовки к единому государственному экзамену, к основному государственному экзамену для девятиклассников, и проговорили все вот как бы нововведения, они были нововведениями для нас в октябре. Сейчас уже мы знаем, понимаем, какой процедурой мы идем, поэтому для одиннадцатых классов, в общем-то, ничего нового нет, повторяются процедуры прошлого года. Ну, Ольга Васильевна, дело в том, что эти экзамены все равно по-новому воспринимаются, у нас новые ученики приходят сдавать их. Вот скажите, насколько стрессовое состояние, когда начинается экзаменационный период у ребят, как им педагоги помогают выйти из него, ведь им приходится сдавать экзамены в совершенно незнакомых условиях, ну, мы знаем, что это не так легко, скажем так, не как обычно вот тебя учили, ты здесь же с людьми и сдаешь. Ну, дело в том, что эта процедура у нас уже не первый год, и дети к ним уже готовы, и психологически в том числе, мы над этим работаем, и работают не только педагоги, здесь важна, конечно, роль и высока роль родителей, потому что от их спокойствия, прежде всего, родителей, зависит и спокойствие, и уверенность их детей. Очень верный должен быть подход семье и к определению количества сдаваемых предметов, я имею в виду те, которые по выбору, и какие именно это предметы должны быть. Работают психологи школьные с детьми на эту тему. Ну и сейчас вот постепенно выстраивается система подготовки к подобным испытаниям уже с начальной школы. Вы знаете, что в этом году уже в четвертых классах проходят всероссийские проверочные работы, которые также вот в форме тестов проходят. Я думаю, что дети уже с четвертого класса, если начинают входить вот в эту процедуру, то я думаю, в будущем они подойдут уже и с хорошим настроением, и с уверенностью в своих силах, и с такой хорошей психологической готовностью именно к тем условиям, которые им предлагаются на ЕГЭ. Я не знаю, сколько лет нашему телезрителю Виктору, может быть, он выпускник следующего года, но вопрос его звучит так. Может ли Ленинский район в индивидуальном порядке отказаться от проведения ЕГЭ? К сожалению или к счастью, нет. Эта система итоговой аттестации, она единая на всем пространстве Российской Федерации. И выйти в одностороннем порядке мы не сможем из этой, в общем-то, неплохой истории, потому что это действительно независимая оценка качества образования наших выпускников. Ну и возможность поступить в ВУЗ при хорошем, удачном стечении обстоятельств, когда ты хорошо сдаешь, эти хорошие баллы. Здесь, конечно, бесспорный плюс, что как бы соединены вот эти две процедуры, да, и выпускного экзамена, итоговой аттестации, и вступительных испытаний для поступления уже в учреждения высшего профессионального образования. Мы говорили с вами о поступлении, и откликаются наши телезрители. Илья спрашивает, есть ли в школах Ленинского района договоры с ВУЗами о сотрудничестве и с какими? Мы ведем работу по целевому направлению, да, и наших выпускников. Это традиционно у нас РУДН, это в этом году университет строительный, это прежде всего педагогические ВУЗы, потому что мы заинтересованы в том, что такое вот целевое, да, направление, целевой прием. Одно из условий, конечно... А возврате кадров. Да, подготовка кадров для нашего родного Ленинского района, А мы как педагоги, да, заинтересованы в том, чтобы подготовить смену нашим учителям и привлечение наших молодых коллег, скажем так. Поэтому наш, конечно, приоритет в этой работе мы отдаем педагогическим ВУЗам. Охотные идут выпускники, выбирают специальность педагогов. И расскажите, пожалуйста, куда сейчас больше стремится молодежь? Уже у нас отошла эта мода на юристов и психологов? Немножко спадает вот эта волна. На педагогические специальности идут. Самое главное, что к нам еще и стали возвращаться. Вот в Ленинском районе, я хочу сказать, вот из того количества молодых специалистов, которые к нам приходят, у нас потери, вот, бывают один-два человека, которые, да, как-то прекращают, не успев как бы почувствовать вкусы педагогической профессии, покидают, да, оставляют эту профессию. И мы, конечно, работаем над профориентацией. И еще хотела бы отметить следующее направление, по которому мы в этом году активно проработали. Это направление, связанное с подготовкой кадров для системы здравоохранения Ленинского муниципального района. В этом году у нас достаточное количество выпускников, которые себя видят в этой профессии. И также с ними заключались договора на обучение в учреждениях высшего профессионального образования, связанных с медицинским профилем. Прекрасная новость. Вот уже вопросы о выпускных. Через месяц в школах пройдут выпускные балы. Уже известно, какие мероприятия планируются к этому дню видным. Валентина Сергеевна. Не хотят они думать об экзаменах? Ну, наверное, это правильно. В жизни должен быть позитив и должен быть праздник. О прощании со школой – это с ноткой грусти, но все равно праздник. Потому что ребята на пути, такой вот, и в предчувствии, наверное, красивой взрослой жизни, успешной и удачливой. Надеюсь, что она такой у них и будет. У нас будет как традиционный выпускной районный. Будет выпускной бал. Он будет проходить в новом формате в этом году. Мы, конечно, сохраняем традиционное действие и действия на Советской площади, когда пройдет парад выпускников, когда они услышат первые поздравления. А потом мы все собираемся во Дворце Спортовидное для интересного, креативного действия, шоу, праздника, действительно, выпускного бала, который будет знаменовать собой выпуск и запуск наших детей в новую взрослую жизнь. Обязательно покажем нашим телезрителям, как это будет. Я продолжаю зачитывать вопросы. Хочу задать вопрос об электронном дневнике. Закончилась четверть, и по одному из предметов у моего ребенка появились оценки, которые не выставлялись в течение последнего времени. Должен ли педагог заполнять дневник ежедневно? А то такие сюрпризы в конце четверти не всегда приятны. Хотелось бы следить за успеваемостью постоянно. Мне тоже несколько неприятно услышать такой вопрос, как и родителям получить неприятность в виде, наверное, какой-то не очень хорошей оценки. Мы обратим внимание педагогов бесспорно на то, что эта работа должна быть систематической. Что такое электронный дневник? Это оперативная такая связь, пусть опосредованная, с родителями. Мы часто призываем родителей к контролю за детьми, помощь педагогу в этом направлении. Она как раз идет через электронный дневник. И он должен, конечно, своевременно и систематически заполняться, чтобы родители могли вовремя каким-то образом скорректировать вот эту траекторию обучения своего ребенка, естественно, совместно с родителями. А вот такая неизвестность, пусть даже на короткое время, может выбить, что называется, из этого русла. От Евгении вопрос. Когда пройдет капремонт в школе номер 6 города Видное? Мы планируем в этом году в плане подготовки к новому учебному году ряд ремонтов. По шестой школе есть у нас такие проекты интересные. Надеемся их также реализовывать. Сейчас на территории этой школы ведутся и будут продолжаться работы по благоустройству территории. Они еще не закончились. В 2015 году выполнялись работы по созданию условий по пищеблоку. Там построена пристройка, где размещен новый современный пищеблок. Отремонтирован обеденный зал. То есть работы по улучшению условий шестой школы начаты и будут продолжаться. Какие еще школы будут готовиться, может быть, не к косметическим ремонтам, а какие-то будут большие изменения? Действительно, будут изменения значительные. Будут проводиться ремонты видновской школы номер один. Они будут продолжаться, я бы сказала, так, потому что уже многое было сделано в предыдущем учебном году, который у нас заканчивается. Там был отремонтирован и актовый зал, и ряд кабинетов, и лестничные марши. Продолжатся большие ремонты и видновской школе номер четыре, видновскому художественно-техническому лицее. Там ведется вот такое большое строительство блока начальной школы. И будет, во-первых, фасад отремонтирован в едином как бы стиле с пристройкой. И будут проводиться работы внутри помещений школьных. Поэтому и пятая школа у нас также. Там выполнялись работы к капитальному ремонту, и они будут продолжены. Еще есть вопрос от Анны. Есть ли в Ленинском районе центры профориентации для молодежи? Вот как отдельного такого учреждения, центра профориентационной работы, его нет. Ведутся эти направления в каждом образовательном учреждении как педагогическими коллективами, психологами, межшкольного учебного комбината, который у нас присоединен к центру детского творчества «Гармония», где будут реализовываться уже в таком расширенном виде общеобразовательные программы дополнительного образования. И эту составляющую профориентационной работы мы, конечно, будем сохранять и развивать. Вот так незаметно и время нашего эфира подошло к концу. Мы уже сегодня поднимали с вами тему о выпуске, как вы сказали, и запуске наших выпускников 25 мая. Будет последний для них звонок. Можете обратиться к ним напрямую и пожелать им все, что считаете нужным. Я желаю нашим выпускникам, во-первых, достойно пройти итоговую аттестацию. Ребята, верьте в свои силы. Вы многое можете, вы многое умеете, вы многое знаете. У вас все получится. Мы вместе. Да, удачи. Я присоединяюсь к словам Ольги Васильевны. И напоминаю, что у нас сегодня в гостях в прямом эфире был начальник управления образования Ольга Васильевна Алешкина. Благодарю за встречу. Всего доброго. До свидания. До свидания.